всем привет как всегда начну с того что поблагодарю вас за ваши комментарии за то что вы материально поддержите канал за то что вы вообще здесь и за то что с вами есть о чем поговорить что касается комментариев и вообще разговоров рок-музыки такое довольно распространенное мнение среди небольшой части меломанов то есть небольшой который заключается в том что вся музыка уже сыграна некоторые даже говорят что она сыграна в середине 70-х годов и после середины 70-х уже ничего нового не появлялась ну когда я оказался в 1991 году в дэнвере в одном из музыкальных магазинов секонд-хендов потому что в секонд-хендах самые интересные пластинки конечно там такой длинный волосатый человек стоял продавец когда я стал перебирать там пластинки он посмотрел на то что я перебираю за это все чушь музыка закончилась 665 есть и такие мнения но тем не менее много очень людей пишут о том что после эпохи так называемого классического рока такого уже ничего интересного не происходило на самом деле есть у меня друг очень хороший музыкант профессионал и очень умный при этом потому что профессионалов музыкантов очень много тупых глупых просто но при этом профессионалов ну а этот умный очень парень и когда он послушал пластинку которая хочу сейчас показать он сказал что знаешь лёша теперь я думаю что вся музыка уже сыграна после этого альбом не после этого нет про этот я потом поговорю отдельно как нибудь а вот после вот этого 2003 год the power to believe king crimson ну человек хороший музыкант я говорю очень хороший профессионал послушал и говорит да ну тут мне кажется что уже все уже вся музыка в принципе уже сыграна и что-то изобретать дальше уже как-то даже смысла не имеет но это под влиянием момента конечно все было сказано потому что дальше и он сам продолжал изобретать и все вокруг изобретают ему 23 год больше 20 лет назад что вы говорите столько музыки появилась после этого но тем не менее это пластинка она конечно ух какая пробивная king crimson кто же не любит king crimson покажите мне такого человека я не видел но опять-таки мое мнение тут наверно разойдется с со многими потому что все говорят что вот первый альбом и накладывая crimson king это шедевр а дальше уже там как-то так тоже очень круто но как-то так по нисходящий я могу сказать что эндокотов the crimson king мне не тоже бы не нравится мне нравится я иногда иногда его слушаю раз в пятилетку ну конечно он на мой взгляд он уступает большинство альбомов king crimson просто вот по по музыке он очень попсовый уж извините меня но там хорошие песни но это такие песни песни такие песни которые играла при почти с таким же звуком группа дамуди блюз в смысле песен у него было даже по по интереснее по музыкальней не ну там все круто в первом кик лимсоне все безусловно круто но то что было дальше в разы интереснее мне кажется а вот the power to believe это очень интересная классинка она совершенно современно даже несмотря на то что прошло уже больше двадцати лет жесткая роковая громкая страшная мрачная выматывающая и вматывающая одновременно потому что она дает очень много пищи для души для сердца для мозга для пальцев если кто возьмется повторить попробую повторить это называется и в тоже вот современность современный звук современная ритмика современные технологии компьютерные дела достаточно здесь всего этого наворочено подход к мелодиям взгляд на музыку вообще уже третье тысячелетие уже как все конечно изменилось но при этом остался в музыке вдруг не то чтобы остался вдруг всплыл мелодизм плыли гармонии всплыло отношения которые прямо вот прочитывается в первых альбомах king crimson прямо вот какие-то отсылки причем такие на уровне подсознания они не даже трудно сказать где конкретно что но когда слушаешь там например электрик тот же или level 5 там прямо вот куда-то туда тем более что level 5 это фактически продолжение вот этого самого заливного из язычков жара рынков пятая часть можно сказать похоже на самом деле похоже не не по мелодиям не по гармонии по структуре а вообще по концепции очень похоже прямо натуральное продолжение вот это может быть так и называется level 5 5 уровень вот этого самого лак стонг сына спик ну тем не менее пластинка сногсшибательная и на мой взгляд она одна из лучших конечно один из лучших альбомов king crimson я их слышал все они у меня все есть не все вру потому что у king crimson очень много в последние предпоследние годы выходила пластинок я имею ввиду и project и все все проекты их там штук шесть по моему или семь разных это тоже все это все тоже самое это тот же king crimson просто с другим названием ножкин crimson это роберт фриб конечно но при этом вот эти project и это не сольники фрипа сольники фрипа это вообще отдельная история но и очень много концертных записей кое-какие покажу тоже впоследствии и они тоже все разные они все каждый из них несет новую музыку несмотря на то что песни вроде бы известные а музыка все равно новая все равно свежие и я не говорю уже о серии пластинок которых у меня нет у меня есть только на компактах они у меня несколько пара сотен компакт дисков у меня еще осталось дома не все ликвидировал остались те которых нет которых я не могу найти на виниле это издание фан-клуба king crimson концерты crimson которые не издавались на виниле и на компактах номерных так сказать там очень интересная конечно вещи я потому что много ну и так эдриан белью белу наверное многие говорят я привык к эдриан белью так что роберт флип трейган пэт мастелотте я по-моему говорил один раз я был на концерте трейгана поэтому 100 лотты когда они приезжали в санкт-петербург в клубе старый дом они выступали вдвоем и они вдвоем заполнили все пространство своей музыкой то есть трейган играл на массе ударных инструментов с кучей перкуссии и с компьютером а трейган на этой самой war гитаре здесь он играет на war гитаре и на безладовые war гитаре которые иногда очень похожи на контрабас по звучанию в частности на песню the power to believe 2 там чистые какие-то джазовые такие истории очень похожи на контрабас но когда начинается уже глиссандо уже понимаешь что на контрабасе такое можно конечно сделать на звучать будет по-другому жестко чайшая пластинка просто настолько ревущая настолько гремящие и разрывающие и гитарно атакующие что в любимый массами альбом red который мне кстати говоря не нравится меньше всего из всего кинг римсона если выстроить линейку то ред у меня там провалится глубоко даже первый альбом про который я сказал самом начале он намного конечно выше ретт конечно это такой здравствуй здравствуй тяжелый рок вдруг группа заиграла такой достаточно прости меня роберт фриб в традицию ушли хотя трейган и стеллотто на концерте играли произведение red вдвоем и люди пустились в пляс в зале что говорит о том что это поп-песня очень хорошая хотя это инструментальная композиция ну the power to believe a apple а первый номер а apple а понятно что это акапелла коротенькое вступление в силу веры концептуальный альбом the power to believe level 5 я уже говорил жесточайший гитарный дуэт в двух каналах сколько там записано гитар я не знаю но там белью с фрипом выдают такую гитарную симфонию жесткую жуткую страшную и это продолжение лучших вот этих самых инструментальных пьес king crimson и заливной из и из язычков и дальше дальше и indiscipline и вещи из следующих альбомов там но очень все громко и страшно а из white open исключительно приятная медленная песня понятно что авторы белью вероятно он же и поет и вот эти кристальный кристальный хрустальный тончайший звук гитарных арпеджио одно второе и они переплетаются и все это в реверберации все это летит это настолько небесная музыка она не космическая она небесная это такие вот открывающиеся небеса солнечный свет а из white open изумительно спета я вообще обожаю белью как он поет как он играет на гитаре как он сочиняет музыку самое главное у него прекрасные соленые альбомы а то что в king crimson делает это вообще за гранью за гранью понимания я бы сказал но после а из white open замечательное полотно под названием электрик электрический то есть но мне иногда хочется пошутить и я представляю что это не электрический а что это пьеса про электрика и электрик этот эта шутка конечно если вы помните фильм юрия мамина как же он называется то ли фонтан то ли не фонтан где электрик разрубает щиток чтобы погасить свет не фонтан нет конечно не не помню и я представляю ночной город и по улице идет высокий худой такой в грязной одежде электрик с топором подходит к щитку распределительному начинает его рубить и вот этот вот это тяжелое поступи электрика с топором как раз и замечательно отражена в пьесе электрик группа king crimson хотя она конечно не об этом но она настолько вот вяжется как-то с этой истории чудовищно что я не могу отделаться от этих ощущений до тяжелая поступь war гитара мастелотто помогает феноменальный барабанщик феноменальный мастер ударных инструментов я скажу что он барабанщик потому что дойду дальше до этого скажу почему факт of life вступление вроде тихо-тихо вступление да вот эти гитарные слои роберта фри по которые в его project ах во всех такие эмбиентные когда там 15 нот выстраивается аккорд и вот такие такие почти клавишные какие-то такие фактуры ну и под конец несколько мощнейших ударов снова слышим по стопе электрика тяжелую все все вместе и начинается effects of life мрачная песня философская о том что мы все умрем и что с нами будет после смерти мы не знаем она но это такой чистый рок вдруг вдруг пластинка red выплывает откуда-то из недр памяти с глубин памяти но только здесь все по-другому здесь нет таких хард-роковых ходов как брэди а все современно и все тяжело и страшно очень до порт убили в 2 здесь чудеса показывает потому что лотто начало удивительное пение я так подозреваю что это белью за обработанный голос с компьютером превращенный в какой-то невероятный музыкальный инструмент очень интересно и поэтому сто лота показывает свое мастерство игры на разных металлических предметах я не знаю там тюбл руб тюблер bells или нет но какие-то ну что-то тональные вещи он играет мелодию на какие-то же железяки очень странные dangerous course тревожная очень рок практически пьеса happy with what you have to be песня которая была раньше уже опубликована тоже тяжелый урок практически но очень странный king кримсоновский а я хочу ну да 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 просто били в 3 до пару то били в кода я хочу вернуться к тому с чего начал king crimson здесь на этой пластике сейчас появилось очень много групп в основном в жанре металл которые играют аля king crimson очень сложные такие навороченные вещи но вот эта пластинка и crimson в принципе отличаются от всех этих наворотов металлических тем что они сохранили мелодизм 70-х годов вместе с современным звучанием со сложными сложными ходами дикими тональными какими-то вещами все равно основа вот такая вот очень мелодичная очень хороший поэтому я пойду и выпьем сейчас пока